Привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео будем рассматривать возможность удаленного управления RTL-SDR-свистком. В частности, там можно и другими SDR-приемниками пользоваться, но у меня под рукой оказался только RTL-SDR, поэтому будем экспериментировать на нем с помощью утилиты SpyServer в программе SDR-Sharp. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как там свисток устанавливать, куча есть видеоуроков по этому поводу на YouTube, как с помощью утилиты ZADIG заменяется драйвер для этого свистка, поэтому не будем на этом останавливаться и приступим непосредственно к настройке SpyServer для возможности удаленного управления. Распаковали, установили, вернее, скачали, распаковали папочку SDR-Sharp, где вам удобно, и ищем вот такой файлик, который называется SpyServer файл типа конфиг. Вот он у нас. Открываем с помощью блокнота. Этот файлик, ну, я уже по умолчанию задал открытие с помощью блокнота, но у вас будут нюансы. Просто открыть с помощью блокнота и все, на этом все трудности заканчиваются. Открывается у нас конфигурационный файл, в котором прописываются настройки для SpyServer. Самые основные в данном случае настройки, это у нас настройка IP-адреса, с которого мы будем слышать. Я поначалу не мог вкурить немножечко, я сюда вбивал свой внешний IP-адрес, который мне выдает провайдер, и у меня что-то все не работало. Я не мог понять, потом только до меня дошло, что сюда нужно IP-адрес вбивать компьютера, ну, либо устройство, с которого мы будем слушать наш RTL-SDR удаленно. Порт 4.5, как его прописать. Немножечко остановимся, потом у меня роутер TP-Link. Я на примере TP-Link также покажу. Я открыл веб-морду своего роутера, и нас интересует вкладочка DHCP, и необходимо зарезервировать адрес компьютера, с которого мы будем слушать наш RTL-SDR, для того, чтобы при повторном перезагрузке компьютера, либо подключении новых устройств, нам наш роутер не выдал другой IP-адрес. Идем во вкладку резервирования IP-адресов, здесь все очень просто добавить. Прописываем MAC-адрес ноутбука или компьютера, с которым мы подключены RTL-SDR, и прописываем IP-адрес, который необходимо зарезервировать. Ну вот, собственно, я уже это все сделал. Вот MAC-адрес, вот IP-адрес, который я зарезервировал, будем слушать именно с этого IP-адреса. И дальше нам еще необходимо прописать порт, для того, чтобы этот порт выходил во внешнюю сеть, грубо говоря. Необходимо во вкладку переадресаться войти. И также нажимаем добавить. Прописываем порт, ну, в данном случае 4 пятерки. Я прописал IP-адрес, прописываем наш, с которого мы также слушаем. Ну, в данном случае у нас было 192.168.0.104. Здесь я уже тоже все прописал, вот 4 пятерки, порт TCP-UDP включено. В общем, с роутером вроде бы все настройки, проблем не должно быть. Дальше продолжаем настройки сервера. Listing directory я, честно говоря, не трогал, так и было все, по умолчанию стояла единица. Так, имя прописал, мой позывной тест. Здесь при желании можете почту указать. Вот пример. Антенна, которая используется, в данном случае 5 восьмых, координаты приемника. Дальше я покажу, для чего нужны координаты. Они просто, ваш приемник будет отображаться на карте. Ну, не обязательно там указывать, например, свой конкретный координат из своего дома или еще чего. Просто можно указать там центр города. И уже будет понятно, что их не так уж и много. General Description RTL-SDR прописал максимум подключаемых клиентов. Я указал 5. Ну, можете там 1, 2, 3, насколько позволяет у вас интернет это сделать. Максимальная продолжительность сессии здесь указана, в данном случае, 30 минут. Можно поставить 0, будет Unlim. Дальше Hello Client RTL. А, я так понял, это количество клиентов, подключенных одновременно к приемнику, и которые могут регулировать усиление устройства. То есть, там, если, например, указано 5 клиентов одновременно, можно подключить к приемнику. Но там есть свои нюансы. То есть, регулировать усиление потом не сможет, по сути, никто. Здесь можно прописать также 5, и все 5 клиентов, которые подключаются к приемнику, могут регулировать усиление. Девайс Type указал RTL-SDR, логично, потому что у нас RTL-SDR здесь я ничего не трогал. Example Device Serial здесь по умолчанию стоит, я ничего не трогал. Единственное, что я прописал Device Sample Rate. Я поставил максимально указанное число 30, ну, в общем, вы поняли, вот это вот. Дальше, что еще здесь, и дальше я вроде бы по настройкам ничего не трогал. То есть, все здесь стоит по умолчанию. То есть, по сути, мы прописали IP-адрес, порт, указали позывной, там координаты приемника, число клиентов. Дальше прописали тип устройства и частоту сэмплирования. И, в принципе, на этом настройке спай сервера, скажем, по сути, завершены. Закрываем, сохраняем, закрываем. Далее, чуть-чуть ниже, есть приложение спай сервер. Вот, его мы запускаем. Открывается такое, как командное окошко. Вот, собственно, уже, по сути, идет трансляция нашего устройства. Вот, наш IP-адрес, порт. То есть, по идее, все должно быть нормально. Сейчас я перейду с помощью TeamViewer на удаленный компьютер, который от меня в 70 километрах находится. И попробуем поуправлять только не через TeamViewer, а на удаленном компьютере. С помощью SDR-Sharp будем управлять моим приемником. На втором компьютере удаленном также скачана последняя версия SDR-Sharp. Вот, на момент записи этого видео, такая вот версия, где курсорчик. Дальше, во вкладочке Source, источник, выбираем такой пунктик, Spies Server Network. Так, выбрали и открываем кнопочку, нажимаем кнопочку три точечки. Вот у нас открылась карта со всеми возможными приемниками. Вот, их, конечно, тут немного. Вот, давайте попробуем найти мой. На карте, вот он появился, Харьков. Есть, вот, RTL-SDR готов к подключению. Нажимаем на него. Ну, вот, собственно, уже пошла трансляция. И мы можем управлять моим приемником. Ну, это я сейчас, конечно, через TeamViewer, это все демонстрирую. Но даже можно было это сделать без TeamViewer, это не место программы. Вот, можно менять частоту, любительский диапазон. Вот, ну, кто-то на 145-500 работает. Можно регулировать усиление. Я просто звук выключил, но звук тоже будет, все будет нормально. То есть, по сути, открывается полноценное управление нашим приемником. Можно редактировать, выбирать типы модуляции, фильтра и прочее. То есть, полноценное управление приемником. Через TCP. Вот, собственно, хотел такое короткое руководство вам показать на русском языке. Просто на YouTube вроде бы не находил, чтобы кто-то на русском снимал. Есть на английском гайды, вот на русском вроде нет. Ну, если кому-то, может быть, полезна будет информация. Кто-то захочет удаленный такой серверок поднять. Может быть, полезно будет. Спасибо всем за внимание. 73. Пока-пока.